И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкабар, и мы, конечно же, будем что-то пить. А заодно об этом обязательно и поговорим. Ну, что я об этом буду говорить, пока непонятно, потому что, так сказать, старший брат этого напитка у меня совсем недавно был. Вот теперь младший, Джин Ведрич. Какой? Ежевичный. Ежевичный, господа. Ведрич ежевичный. Вообще, Джин плюс ежевика, я думаю, что это может быть несколько странным. Но пока непонятно. Поэтому мы ищем язычок. Язычок есть. Заклеен, конечно же, акцизм, да? А Дениска? Молодец! А Дениска ножик взял. Сейчас мы его подденем. Попытаемся все сделать культурно. Хотя, вряд ли получится, конечно. Потому что я уже тут все сломал. Ладно, раз все сломал, будем открывать по-другому. Будем открывать, как получится. А получится у нас примерно вот так. Получилось. И поэтому накапаем первую. Я пока еще с трудом себе представляю, что это должно быть вообще на выходе. Джинс с ежевикой. Тем более, это Ведрич. Он жесткий. Кстати, сколько? А, этот 40 градусов. Нет, его старший брат 45. Поэтому он такой жестковатый. И для меня всегда узнаваемый. Я его узнаю. О, здравствуйте, кошка. Вы наверх? Летите. Полетела кошка. За что и выпьем первое? Странное сочетание, если честно. Прямо как не Ведрич. Потому что для меня Ведрич это такое жесткое. Конкретно такое сосновое. Знаете, утром в сосновом бару. Вот что-то такое крепкое конкретно. Что желательно сразу разбавить или чем-нибудь закусить. Этот прям вошел так. Вот это странно. Поэтому накапаем вторую. И надо бы придумать какой-нибудь тост. Из тостов у меня... О, одним тостом за все. У меня сейчас в связи с предстоящей стройкой происходит закупка инструмента. То есть, вообще, вот сразу вам говорю, с чего это началось все. Началось все с лопаты. Началось все с лопаты. Выпью и расскажу, почему именно так. Мне кажется, что я уже рассказывал, но повторюсь. Мы с женой еще года полтора назад стояли в магазине и смотрели. И что-то обсуждали. Кто-то нам говорил, что надо брать фискарс. Вот прям фискарс это будет лопата. А остальное это будет говно с палкой. Мы, естественно, немножко поспорили. Жена говорила, ну давай возьмем. Я говорю, извините, это лопата. Кусок железа, там и ручка. Ну какая хрена разница. Полтора года прошло, как мы взяли эту долбаную фискарс по цене в 4 раза дороже любой другой, которые там стояли. Я любую другую за это время в руки не брал. Если она гнется, она возвращается обратно. Она удобная, у неудобный хват, все. И с этого момента у меня пошло коренное изменение в смысле закупки инструментов. То есть, если до того я брал, ну, например, вот эту циркулярку, обычную, ручную, маленькую пиву, я брал в магазине из серии, а что подешевле. Один хрен она мне нужна редко, один хрен я с ней поиграюсь и заброшу, и поэтому брал дешевое. Все это дешевое уже давно поломалось, и в последнее время мне надо было купить электропилу цепную, циркулярку новую взамен поломавшийся, и фрезер, который я давно хотел. Как бы вам сказать, вот если у вас есть выбор взять за 100 долларов или за 200, берите за сколько? Правильно, берите за 300. Потому что это будет лучшим вариантом, и честно говоря, когда я вместо хрен пойми ноунеймов взял там макиту, там еще что-то, там штурм, кого-то еще, я понял, что есть, блин, разница. Есть, блин, откровеннейшая разница. Но третьему выпьем по другому поводу. За то, что я наконец-то насобачился работать с фрезером. В инстаграме как-то недавно выкладывал на тему того, что, как этот, конструктор сборной или игрушка сборная окно сделай сам. Так вот, первое окошечко у меня получилось там 49 на 33, но сейчас я уже понял, что с помощью этого нехитрого инструмента я могу делать нормальные оконные рамы. А почему? А потому что жена сказала, что ПВХ в доме быть не должно. Кстати, не знаю, с чего она так решила, но говорит, что так будет из дерева, будет аутентичнее. Да. Поэтому вручную склепанное стеклопакет из дерева, это будет то еще интересное нечто, со своими секретами, конечно, и выпендрежами, но это будет прикольно. Ладно. Что я могу сказать про сей напиток? Он пьется. Ребята, в отличие от ведрича, который 45, он пьется. Я специально взял тоник, блин. Очередную. У меня этот тоник сейчас уходит куда-то вообще литрами. То я его просто пью вечером под что-то, потом, ну, с тем же предыдущим ведричем, потом я его, естественно, думаю, ну что, не буду же я пустую, то есть полупустую оставлять там на следующую запись. Правильно? Он допивается. А именно Индиан Швепс я люблю. И как-то вот он так все время уходит, уходит, уходит. И вот сегодня вот он там стоит, он ждет, но не дождется. Это прекрасно заходит без него. Но, это же определяющее подходит потихоньку, да. Но вкус специфический. Вкус специфический. И так, чтобы джином это назвать, но это с очень большой натяжкой. Кстати, насчет можжевельника. Не, он там есть. Я верю. Но что-то та самая ежевика его перебивает просто в ноль. Кстати, интересы ради мог бы и состав, наверное, почитать. Как бы можно было бы. А вдруг тут коренным образом отличается. Правильно? Ну что? Вода питьевая подготовленная, спирт люкс. Основа натуральная джин. То есть спирт этилонорексификованный из пищевого сырья. И ароматный спирт можжевеловой ягоды. Также натуральный вкус, ароматические вещества и препарат. Ненавижу вот эту фразу. Ненавижу. Но она показывает нам то, что это достаточно будет недавняя дата розлива. 5.01.23. Где-то с полгода, может чуть больше, вот это вот натуральный вкус, ароматические вещества и препараты просто заполонили в последнее время белорусскую продукцию. Сейчас скажу немножко о чем речь. Ну, сахар и ароматизатор. Причем ароматизатор без указания названия. А ароматизатор. Все. Тут прикол в чем. Случилась небольшая подвижка в законодательстве белорусском на тему составов алкогольных. То есть в такую, в европейскую сторону сместились. И заключается она в чем? В том, что теперь ты не обязан писать прям все-все-все, что там есть. А можешь некоторое, то, что не превышает каких-то там допустимых процентов, вписывается как натуральные вкусы, ароматические вещества и препараты. Сделано для чего? Первое. Чтобы не мудохались заводы с оформлением этой контр-этикетки, которая нахрен никому не нужна, по большому счету. Кто там дочитает до этого места. И второе, наверное, дать чуть большую свободу в этом смысле. Что если у вас какая-то добавка не превышает, то можете делать вот так. Это как раз европейский метод водки, например. Когда идет high quality grain spirit. То есть спирт высшего качества, как у нас всегда переводят, высшей степени очистки. И народ пугается просто. Берет какой-нибудь Абсолют или Финляндию, и там спирт высшей очистки. Начинают вспоминать и думают, мать моя женщина, высшая очистка, это же самые говеные спиртов, которые даже к пищевым-то уже давно не относятся. И вот периодически так и объясняют, что нет, все нормально. Это у них high quality grain spirit, высокого качества, что соответствует примерно нашему люксу. И у них в этих всех Европах принято мнение на тему того, что там писать все необязательно. То есть там могут быть еще добавки, но опять же, если они не превышают какой-то критического объема, то можно на него насрать и не писать. Поэтому мне всегда и говорят, а вот ты посмотри на состав того же Абсолюта. Там написано спирт и вода. Все. Или там Финляндия, спирт и вода. А у нас начинается сахар, там лимонная кислота, еще что-то, еще что-то. Ребят, те же Абсолюты Финляндии могут вполне пихать туда. И сахар, и лимонную кислоту, и прочие улучшайзеры. Просто вопрос в том, что они не обязаны об этом писать. Вот в Беларуси в эту сторону сделана вот такая вот интересная подвижка. Вкусно-ароматические вещества и препараты. То есть в теории, если сюда входит еще 20 трав, производитель наконец-то не обязан их все перечислять. Ну и типа секрет фирмы, мало ли там что. Единственный минус, он просится наружу так же, как его старший брат. Вот что-то вот у них какая-то взаимная нелюбовь к жене и организму. Может это моего личного организма, но вот с Ведричем у меня никогда не получалось так, чтобы он хоть разок назад не попросился. Не в том смысле, что он должен извергнуться через вход прям всей своей жидкой массой, а в том, что он намекает, что хотел бы это сделать. Но это не со мной. Со мной такое не прокатывает. Ежевик и хреначит просто со всей дури. Просто вот со всей дури. То есть донюхаться здесь до джина, это надо еще его поискать. Но пьется хорошо. Пьется хорошо. Так. Сейчас. Сейчас. А вот и он. Я же знал, что я его не допивал, что он остался. Итак, сравнительная характеристика. Сравнительная, господа. Так. Ведрич просто, Ведрич ежевиковый, как говорится. Надо было, конечно, одинаковую посуду брать, но да ладно. Вообще два разных напитка. Вообще. Прям совсем. Вашу бога душу, мать. Первое, что приходит на ум. Это как бы так вот это. Это нормально так по горлышку ударило. И вообще по ощущениям. Но как бы он все равно ближе к джину намного. То есть вот если вы хотите именно джин, то надо брать вот такое. Если весь выбор в магазине стоит вот так. То тогда надо брать вот этот. Это хоть и 45, хоть он и жесткий, но это все-таки намного больше джин, чем вот этот вот ежевичный. Очень смешно, но, в принципе, конечно, ожидаемо. Ощущение, как будто я просто запил какой-то газировкой тот. Газировкой со вкусом ежевики. Ладно, итоговое мнение. Он мягкий. Он действительно мягкий. Ну как, насколько может быть белорусский джин мягким? Вот давайте оговорочку такую. Можно ли его брать? Можно. Если вам вот приперло чего-то этакого, и в доме будут дамы, то лучше взять вот это. Если вам для себя, то лучше вот то. Возьму ли я еще раз? Нет. Все, мне хватит. Я понял. Я осознал. При этом я его не могу там за что-то поругать конкретно. Наехать на него за какие-то пункты. Нет. Он очень специфический. Это вообще не мое. Ну, простите, белорусский джин с ароматом ежевики. Ну, хрен его знает. На любителя. Вот так вот, скажем. На любителя. Но, вот так вот, если где-то он вам случайно достался, выпить можно. Никаких проблем я с этим не вижу. Поэтому будем пить заключительную. За вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео, выходящих, спугающих. Иногда не очень периодичностью. И за все закупленные за последние пару недель инструменты. Включая вон ту цепную пилу, которая там лежит. Которую только, кстати, сегодня забрал. Положил перед собой. Посмотрел. Но не стал собирать. Решил завтра. Когда пойдет, распил дерево. Ну, за завтрашний распил, кстати, тоже. Поэтому поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok